Разные судьбы, одна беда. В Дубенском районе, в антинаркотическом центре, теперь можно обрести новую жизнь. Фонд «Здоровая страна» помогает избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Сотрудники центра официально презентовали свою программу в пресс-центре Саранска. И Юлия Парунова готова рассказать подробнее. Официально реабилитационный центр «Здоровая страна» поселился в здании бывшего санатория в Дубенском селе Чеберчино чуть больше года назад. Рай-центр рядом, но те, кто здесь живет, около 20 человек самостоятельно туда поехать не могут. Порядок. Его удается соблюдать благодаря нескольким вещам. Во-первых, потому что все люди все время заняты то зарядкой, то общением с психологами, то встречами. Другой залог спокойствия — волонтеры. Те самые наркозависимые, но уже в стойкой ремиссии. Такой центр, где готовы профессионально лечить наркоманов, алкоголиков и игроков, в Мордовии единственный. Это часть некоммерческого фонда «Здоровая страна». Центр, который открыт в селе Чеберчино Дубенского района, существует полтора года. Сегодня в центре находится 25 человек, мужчины и женщины разных возрастов. За прошлый год прошли реабилитацию порядка 140 человек. Всего, в целом, за весь период существования центра через нас прошло около 170 человек. Примерно 30% людей, которые прошли курс реабилитации, не возвращаются к употреблению. Кто-то не принимает наркотики всего две недели, кто-то закрепляет годовой процесс избавления от зависимости. Цель фонда, утверждают его организаторы, не только помочь человеку выйти из замкнутого круга потребления, но и поддержать его в первый, самый опасный год после отказа. Мы действуем, во-первых, самое важное, в рамках правового поля. Все соответствует строго санпинам, всем санитарным нормам, четырехразовое питание, занятия спортом, досуг, работа с психологами. Все, что нужно для того, чтобы человек выздоравливал. Впрочем, лечением проблем зависимых реабилитация не заканчивается. Центр вовлекает в орбиту восстановления и ближайшее окружение наркомана. Их здесь называют со-зависимыми. Процент тех, кого удалось перетянуть на сторону здорового образа жизни, не так уж мал. Кто-то возвращается в реабилитационный центр и проходит весь путь снова. Кто-то не возвращается и гибнет. Однако реабилитация и возвращение в общество – единственный путь победить зло. Юлия Порунова, Александр Дюзяев. Наши новости.